Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион, студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. С праздником, любимый город! Мы помним, 72-ю годовщину освобождения от фашистов отметили сегодня на курорте. С праздником, любимый город! В минувшую субботу Анапа отметила свой день рождения. Праздничное утро, по традиции, началось с автопробега. Сентябрьские праздники тесно связаны с мирной и ратной историей нашего города. Автопробег посвятили 72-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Участники везли цветочные корзины ко всем памятным местам курорта. Не усидели дома и ветераны. Присоединились к патриотическому автопробегу. Василий Кулькин начал войну наводчиком в танковых войсках. Подал долг родине, а потом 30 лет работал в ДОСАФе. Я без ДОСАФ уже жить не могу. Поэтому я участвую практически во всех мотопробегах. Курсанты, школьники, ветераны и неравнодушные анапчане приняли участие в автопробеге. С каждым годом автомобилей в колонии становится все больше. В рамках патриотического воспитания молодежи у каждого мемориала и памятного знака проходил небольшой исторический экскурс. Самый маленький анапчанин появился на свет рано утром. Наша съемочная группа познакомилась с малышом и его мамой. В 6.55 утра в городском родильном доме на свет появился малыш. Малыш счастливый. Ему повезло родиться в солнечный праздничный день, когда Анапа отмечает свой день рождения. Родители назвали сына Лука. Это настоящий богатырь. 50 сантиметров, 3 килограмма, 466 граммов. Ирина Карпенко уже мама опытная. Дочке Маши в этом году 12. Во второй раз мамой становиться было боязно. Бессонные ночи позабыты. Но к маленькому теплому свертку необъятное море нежности и материнской любви. Он похож на папу. А я просто смотрю по носику и по губкам. У папы губки узенькие и носик такой, как у папы. Сына Виталий Береснев впервые видит как раз сейчас на экране. Малыш здоров и спокойно посапывает на руках у мамы. Дети – это счастье. Это чудо. Первая улыбка, первые шаги, первый класс – это все еще не скоро. Пока малыш прижимается к любимой маме. А мы поздравляем его и счастливых родителей с рождением чуда. Культурную программу Дня города открыл новый фестиваль колокольного звона и духовного песнопения «Благовест у моря». С площадки Украеведческого музея доносилась необычная для обывателей музыка – колокольный звон. На звуки храмовой музыки зрители потянулись к площадке, где свое искусство демонстрировали участники фестиваля «Благовест у моря» – профессиональные звонари. Конкурсанты съехали с разных уголков России – из Санкт-Петербурга, Москвы, Озерска, Пущино и других городов. У многих людей огромный интерес к этому искусству. Поэтому сегодня уникальность этого мероприятия заключается в том, в числе, что соединение происходит различных песнопений светских и духовных с использованием колокольного звона. И вообще вся красота этого искусства, она на сегодняшний день, наверное, во всей полноте, до граждан РФ еще не донесена, потому что многие люди находятся, скажем так, около церковном пространстве и даже не представляют, насколько богата и насколько красива культура нашего русского звона. Среди организаторов фестиваля – оперные певцы Владимир Богачев и Вероника Касьянова, голоса которых хорошо знакомы культурной публике всего мира. Оперное пение в сочетании с колокольным звоном рождали необыкновенное чувство благости и восторга у взрослых и детей. Организаторы фестиваля пообещали сделать его традиционным. Значит, на курорте колокольный звон, наполняющий сердце радостью, мы еще непременно услышим. В день города скучать было некогда. Для каждого придумали занятия по душе. В сквере Гудовича развернулись интерактивные площадки, где всей семьей можно было поиграть и повеселиться. Молодежные активисты в рамках акции «Играй город» превратили бульвар Гудовича в игровую зону. Футбол в гигантских кедах – игра не для слабаков. А рядом любой желающий мог присоединиться к играющим в твистер, корхол или фризби. Для самых маленьких и не только художественная мастерская. Почему бы не разрисовать себе на память морской камешек? Для желающих проверить свою ловкость – эластичный канат. У нас больше всего захватила, наверное, вот эта лента, по которой нужно идти. Равновесие выдерживать очень понравилось. Цель есть и нужно ее достичь, дойти до конца. Вот такая целеустремленная в Анапе молодежь. И про собственную историю не забывают. На выставке «Эхо далекой войны» представлены экспонаты, найденные в поисковых экспедициях на Анапской земле. Фотографии самых ярких летних мероприятий можно было увидеть на фотостенде. Но самые яркие впечатления у гостей вызвали импровизированные бои рыцарей и соревнования на огромных лыжах. Море эмоций и позитива, чего и стремились добиться организаторы. Чтобы они расслабились, получили удовольствие, отдохнули не только душой, но и телом. Потому что здесь у нас различные площадки, мероприятия для практически любого досуга. То есть кто-то может побегать, кто-то попрыгать, кто-то пофотографироваться, кто-то просто посмотреть. Внимательное отношение к горожанам и гостям курорта, конечно, чувствуется. Тут люди душевные, все помогут, дружелюбные. Вдоволь наигравшись, можно было окунуться в атмосферу творчества и рукоделия на аллее мастеров. Сложно представить, как все эти волшебные вещи изготовлены руками человека. Поделки из металла, бисера, кожи, атласных лент и самого популярного анапского сувенира ракушек представили мастера со всего Краснодарского края. Мария Александрова привезла на ярмарку больше сотни украшений для модниц. Украшений необычных, из лент. Это искусство больше, оно очень древнее. Это называется тюмами канзаши и берет свои истоки в Японии. Вот на основе лепестков, которые придумали там, теперь в России оно очень распространено, это рукоделие. Всю эту красоту можно было приобрести и порадовать себя, родных и близких, что с удовольствием и делали многочисленные гости праздника. Череда памятных мероприятий, посвященных 72-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, началась в селе Варваровка. У памятника Дмитрию Калинину установили мемориальную плиту с именами героически погибших моряков-разведчиков. Курсанты Института береговой охраны, школьники, ветераны, гости и жители города-курорта отдали дань памяти подвигу героического десанта. Очень трогательно прозвучало выступление внучки героя Дмитрия Калинина, Инны Валерьевны. Продолжатели фамилии Калинина свято берегут память о легендарном деде, часто бывают на Анапской земле и участвуют в мероприятиях, посвященных памятным военным событиям. Я хотела бы поблагодарить вас всех от своей семьи, что вы помните, что вы несете это все, говорите детям, внукам, огромное спасибо за мемориальную доску. Это великое дело. Низкий поклон вам. Отряд калининцев – вечный пример мужества и самоотверженности. Имена героев навсегда высечены на граните. Мы увековечиваем имена всех тех 34 героев, которые высадились в ночь с 30 апреля на 1 мая здесь, вот именно здесь, в Варваровской щели, поселка Суко, и совершили свой героический подвиг, о котором знает каждый анапчанин. Участники митинга возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания. Без памяти о прошлом нет будущего. Сегодня анапчане отдавали дань памяти подвигу советских воинов, погибших при освобождении Анапы от немецко-фашистских захватчиков. 72-й годовщине освобождения был посвящен митинг в сквере боевой славы. Ветераны Великой Отечественной и локальных войн, вооруженных сил, школьники и студенты, представители политических партий и общественных организаций пришли почтить память о страницах ратного прошлого нашего города воинской славы. В этот день сюда шли по зову сердца. В каждой семье нашего города бережно хранятся воспоминания о тех, кто добывал победу ценой собственной жизни. В своем выступлении глава курорта обратился к ветеранам, благодаря заслугам которых сегодня мы уверенно строим будущее. Я уверен в том, что ваша жизнь, ваши дела являются примером для подрастающего поколения то, как надо честно, с достоинством служить своей родине. Я поздравляю всех анапчан с этим знаменательным событием, желаю крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Ожесточенные бои за освобождение Анапы до сих пор стоят перед глазами этих мужественных людей. Они помнят своих товарищей, убитых в бою. Минуты молчания почтили память тех, кто ценой жизни добывал мир. К вечному огню возложили гирлянду славы, венки и алые гвоздики, символ пролитой за свободу крови. Мероприятий интересных и насыщенных, посвященных Дню города, очень много. Все, что не вошло в сегодняшний выпуск, продолжит тему завтра. А сейчас завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник 22 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов, ночью до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин «Доступная и качественная одежда для детей и взрослых. Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.